ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы видим, мы находимся сейчас на домашнем экране. Это наш типа гараж. А это наш Хантера с моком нулевого вооружения без краски. Мы имеем как бы гаражик. Ну и что же мы здесь имеем? Мы имеем 2 миллиона кристаллов. 2 миллиона, ребята. Охренеть, сколько много. Я не знаю, может это... А для того, чтобы протестировать всё, нам дают такую сумму или же для чего-то ещё? Ну, мне кажется, для того, чтобы протестировать, конечно же. Так, ну, имеем, конечно же, мы ассортимент пушек, которые стоят очень мало, как вы видите. Всё это прекрасно, мы можем прикупить. А также мы имеем корпуса, и это всё одно и то же, что и в танках онлайн, но только намного лучше и намного интересней. Краски, в принципе, тоже нас порадовали. Оранжевые, инферно все, в основном, такие топовые краски, но не все, как в танках онлайн. Я думаю, это всё будет доработано, потому что это всего лишь, ребята, бета-тест. Это далеко от настоящей и лучшей, и, конечно же, идеальной модели того, что мы увидим. Это всего лишь бета-тест, это первое тестирование, и мы, в принципе, его как раз-таки для вас показываем. Так, припасы у нас есть. Мина, ускорение, двойной урон, двойная защита и ремкомплект. Думаю, неплохо купить 10 за 0 кристаллов, купить 1000 за 0 кристаллов. Да, давайте мы купим 1000 за 0 кристаллов, в итоге мы имеем 1000... Нихрена себе, ребята, у нас есть большой ассортимент. Мы имеем как двойную защиту, которая у нас выдвигается, вы видите это всё на своих экранах. Также мы имеем ремкомплект, который лечит нас, наш танк просто... Просто охеренно всё, ребята, просто всё замечательно. Мы также имеем ДДшку, которую мы можем как раз-таки купить, и мы видим такую соответствующую анимацию. Ну и ускорение тоже здесь присутствует. В принципе, ребята, в принципе, ну что же, мы также можем купить мины, и в принципе всё, ребята. Мы купили такие вот нужные нам припасики, характеристики нам... Ну, мы видим такие характеристики, которые вот здесь, конечно же, указаны. В принципе, это нам не особо интересно, и мы переходим к покупке какой-нибудь... Давайте же мы... Ну, для начала давайте же мы прокачаем смоку нашу, или же, в принципе... Ну, или что, установленная? Давайте пока-пока покатаем, потом мы уже всё прикупим, потому что мы не знаем, что же такое МНОЛЬ вооружение, и я, конечно же, бы хотел об этом узнать. Так, смотрим мы на битвы. Битвы мы видим, что здесь только, по-моему, одна битва здесь. Игроков, как вы все видите, мало. Ну, блин, ребята, ну это всего лишь ЗБТ, и, конечно же, тут игроков будет очень мало. В принципе, ну, много битв здесь создано, я так вижу. Ну, играет как раз-таки в ВДМ-очки у нас игрок под ником Slash. Я не знаю, кто он, на самом деле. Грузимся к нему, и сейчас попробуем что-то показать. Ещё раз повторюсь, ребята, это далеко от настоящего идеального проекта Танки Икс. Это всего лишь только первое впечатление, и оно будет доработано в лучшую сторону. Всё будет просто прекрасно, и мне уже нравится, ребята. Если это только начало, что же будет потом в конце того, что мы... Во что мы будем играть, конечно же, и что же мы будем лицезреть. Так, ну, в принципе, процесс загрузки у нас проходит не так уж и долго. Ну, конечно же, это только первая загрузочка. В любом случае, всё будет намного быстрее. Надеюсь, всё у нас будет замечательно. Сейчас мы при заходе в игру... Ни хрена себе. Ни хрена себе, ребята, ни хренашеньки себе. Охеренно, всё просто. Замечательно, ребята. Конечно же, немножечко есть подлагивания всякие. Горение танка, всё просто замечательно. Сейчас мы убьём слэш, давайте же мы его завалим. Конечно же, есть некоторые такие вот, к сожалению, неполадочки в плане... Так, подождите, у нас нет припасов, конечно же. Есть всякие неполадочки в виде то ли мой комп тупит, то ли ещё что-то. Охеренно, просто охеренно. Возможно, скорее всего, это мой комп тупит. Сейчас послушаем мы его как... Ну, знаете, мой комп особо так и никакой нагрузки не ощутил, скажу я вам. Потому что обычно, когда я там играю в GTA V, у меня просто дикие шумы становятся. Игра реально изматывает мой комп. Ну, а тут я играю на предпоследний, как нам подсказал Максим. Потому что у нас есть, как бы, четыре режима, если не ошибаюсь, первые два такие для простеньких компов. Потом хайп, по-моему, для более такого уже мощного компьютера, скажем так. Ну, и ультра. Ультра, это он, как нам сказал, для... Как раз-таки было настроено для Николая. Ну, именно того видеоредактора. Ну, то есть, господи, что я говорю. Для человека, который делает для нас видеоблоги, монтирует их и всё такое, и всё прочее. Так, ну, в принципе, открывая на тап, мы видим, что в игре я сейчас нахожусь один-одинёшенек. Вижу свои припасики по тысячу. Как вы видите, они просто сейчас у нас убраны, как в танках онлайна они показывались количеством. А тут мы, нажимая на тап, видим их количество. Так, затем мы видим, конечно же, время. Ну, и в основном всё оставшееся у нас всё скрыто. Так, ребятки, ну, что я могу сказать? Давайте мы врубим полностью нарку. Охеренно. Просто, я не знаю, ребята, я счастлив. Вот, честное слово, счастлив. Мы, конечно же, по окончанию этого летсплея прикупим ещё и Хантера Смоку, М3 вооружения. Покажем, что же оно может из себя представлять. А на данный момент будем пользоваться именно ДАшкой, Нитрой. И видеть всю эту анимацию, и просто обалдеть и кайфовать от этой игры. Не знаю, ребята, мне она реально сейчас первым, конечно же, образом нравится. И, конечно же, хотелось бы ещё раз предупредить вас о том, что это незаконченный вариант. Всё будет доработано, всё будет более-менее сглажено. И всё будет намного лучше, нежели сейчас. Потому что сейчас, опять же, повторюсь, это всего лишь тест. Тест, конечно же, это не идеал и это не конечный вариант. Так, ну ладно, хватит катать по битве. Мы, в принципе, показали... Точнее, я показал именно саму физику. Физика в основном не отличается от... Хотя... Нет, ребята, всё-таки отличается. Физика отличается от танков онлайн. Она, ну, очень даже таки отличается. Сейчас, я не знаю, это всего лишь М0 вооружение. Оно чувствует себя как М3 вооружение в танках онлайн, скажем так. Потому что, ну... Хантер у меня реально дерзкий. И прям как Викинг М3 в танках. Ну, вроде бы как. Так говорю я. Не знаю, может... Могу ошибаться, конечно же. Можете особо так вот сами присмотреться и уже понять, что же на самом деле там было изменено. Ну, короче, в принципе, видим мы парашют. И всё это мы с вами прекрасненько видим. Мы видим то, что настройки у нас, видимо, как убраны из этой игры. Я выбрал для себя предпоследний режим. Такой вот для моего компа вроде бы как подходящий, скажем так. И я могу на нём спокойно играть. Вы можете, конечно же, выбрать ультра, если у вас ком просто реально махина, которая всё тянет. И спокойно играть ещё в улучшенные графики. Но для меня и эта графика вполне подходящая. Так, давайте мы нажмём сюда. И, получается, мы выходим из битвы и тем самым говорим о том, что, ну, в принципе, неплохо. Так более-менее всё простенько и довольно-таки прекрасно для просмотра. Так, битвы. Так, подождите. У нас также есть здесь... Что это? Обсуждение бета-тестирования. Беседка. То есть здесь обсуждает бета-тест. Получается, здесь есть всякие темки, где вы можете поговорить. Ну, что-то типа форума именно в танках. Затем, перейдя именно сюда, мы получаем, видимо, статистику. Да, видимо, здесь, ну, не статистика, а такой ваш гаражик. Именно Дима Фёдоров. Я именно свой уник, конечно же, взял. Ну, и понятно, здесь всё. Всё будет доработано, опять же, повторюсь. Так, давайте мы выберем гаражик и прикупим себе вооружение. Ну, видите, потому что у нас есть такая возможность улучшить. И, в принципе, мы можем улучшить за ноль. Давайте. Да, улучшаем. Улучшаем всё, улучшаем. И получается у нас уровень нулевой. Видимо, у нас... Я вот одного понять не могу. Почему? Видимо, убрали, что ли, там, допустим, смоку М1, М2, М3? Видимо, да? Убрали, да? Получается. Или что? Стоп. Ну, смоку мы имеем прокачан на улучшение до третьего шага, если не ошибаюсь. Да, видимо, убрали у нас возможность покупать именно модификации М2, М3. И мы имеем именно одну модификацию, которую мы можем прокачивать до последнего уровня, если не ошибаюсь. Ну, давайте так прокачаем её до самого максимального и посмотрим, что же будет на самом-то деле у нас уже потом в исходе. Прокачиваем, 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 прокачиваем. А ну чё? Мы чё, можем да-да без конца прокачивать? Просто интересно мне. Чё сказать? Ну, давайте улучшим до двадцатого шага. Упс. Чё-то, мне кажется, я сильно доулучшался и, по-моему, потратил все свои кристаллы, к сожалению. Ну, блин, ладненько. Смоку мы прокачать до сотого уровня. Как мы видим, это не конечный вариант. Тут, по-моему, их всего лишь сто шагов. Ну, если не ошибаюсь, потому что всего двадцать-то уже тут. Тут, ну, тут, ну, около двадцати, точнее, сто шагов точно уж тут здесь будет. Давайте мы прикупим краску какую-нибудь такую, тоже понтовую, для... Давайте Продигу. Вот Продигу купим мы, конечно же, за косарь кристалликов. Отлично, установили. Ну, давайте мы всё уже купим, нафиг. Почему бы и нет. Установить, купить. Ну, сразу, как вы видите, только мы наводим на неё, она уже устанавливается. Это очень даже неплохо. Поскопили мы абсолютно все красочки и отличненько. И, в принципе, давайте мы прокачаем хвоя. Какая красивая хвоя, всё уже такие. А я, кстати, не видел Продигу, очень интересно посмотреть. Инферно я видел Продиджи. Ну, да, тут практически ничего не изменено, но мне больше всего нравится хвоя. Вот, жёстко, такой вот танчик, именно зелёненький. Корпуса мы также можем прокачать, Хантер улучшить. Ну, давайте мы его хотя бы до какого-нибудь там шага предпоследнего какого-нибудь прокачнём. Ну, до какого мы можем. Хотя бы до десятого шага прокачаем его. Ну, всё, мне кажется, вполне хватит. В принципе, 357 кристаллов. Немножечко такой вот по экономике мне, скажем так, трудновато тут определяться, потому что я привык к танкам, а тут совсем другая экономика, и она для меня немножечко такая вот сложноватенькая. Ну, давайте мы ещё покатаемся, и, в принципе, я на этом окончу именно показ первой серии по танкам Икс, потому что, ребята, теперь я-то точно буду показывать вам в Танке Икс полностью всё, что здесь есть. Абсолютно все нововведения, все всякие фокусы, фокусы, там ещё что-нибудь тоже всё это покажу вам. Все вооружения, абсолютно всё покажу, но это будет постепенно. Конечно же, мы не будем ограничиваться одним летсплеем. Это лишь всего лишь показ того, что меня пригласили на ЗБТ. Это говорит о том, что я уже готов для полного его тестирования. Это говорит о том, что я полностью отдаю себе отчёт тому, что я тестирую, и показываю вам всю эту физику, показываю первое впечатление, первые вот эти вот возможности, и, конечно же, гараж, битвы, всё, как тут устроено. Я всё это вам показал в первом выпуске. В следующем выпуске мы будем говорить о более детальных вещах, может быть, даже о каких-нибудь корпусах, смоках, там, не знаю, о пушках, о других чё-то там ещё чего-то там попридумываем, посмотрим, в любом случае всё будет протестировано, и всё это будет у меня на канале. Ну, а сейчас мы заходим в битву, и мы вошли в Рио, ребята. Песок мы обозрели, скажем так. Рио у нас реально жёсткая такая карта, как вы заметили. Ну, я сказал бы, блин, постарались разработчики, очень сильно постарались. Теперь я понимаю и вижу то, что игра Танки Х просто невероятно красивая, и она мне очень нравится. Видим, что всё, вот у нас есть предел теперь по пляжу. До пляжа мы до конца пляжа никак не доберёмся. У нас теперь есть такие ограждения, и это уж лучше, нежели там влетать в какую-то, не знаю, пропасть и уже самоуничтожаться. Ну, давайте я покажу полностью Рио, какая она себя, что она из себя представляет, и потом уже на этом мы окончим первую серию, конечно же. Ну, а если эта серия наберёт тысячу лайков, я скажу вам так, тысячу лайков, и я запущу для вас следующую серию. И следующая серия тоже будет очень интересна, и вы в любом случае всё это увидите. Так, ну, всеми вами привыкшие это вот такая вот оградка, или чё, я не пойму. Ну, в принципе, здесь сломанное такое вот здание. А если давайте попробуем там влезаться, или чё? А, открыли дверь, ни хера себе. Мы дверь открыли, или чё? Сейчас, подожди, попробуем. А, не. Не-не-не-не-не-не, ничего мы не открываем, в итоге не. А, я чуть-чуть тут тупанул, я подумал, дверь уже открыл, что ли, с собой. Ну, всеми привыкшие такие вот подъёмчики, но, ребята, это совсем по-другому. Тут всё перестроено, новые пропы, новая модификация всего этого, новые возможности, графика на высочайшем уровне. И, опять же, повторюсь, это всё будет ещё даже лучше сделано и доработано. В конечном итоге мы будем играть просто в невероятную интересную игру, которая, наверное, даст отпор и GTA V, и остальным топовым играм. Так, ну, в принципе, чё, трава, трава, трава шевелится. Да, ребята, трава шевелится, мы можем спокойно по ней катать. И что? Что, бочки всякие? Кстати, бочки взрываются. Сейчас наведём на них. Так, не, не взрывается, ребята, не взрывается, но не суть важна, в принципе. Практически всё я вам показал. На подъёме как он себя будет чувствовать? Пока есть нитро. Ну, отлично. О, мне, кстати, тут что-то закончилось. Получается, это всё у нас как раз-таки всё это анимировано, и, в принципе, ещё всё со звуком. То есть, заканчивается у тебя действие припаса, и у тебя сразу же идёт об этом оповещение. Ну, если не ошибаюсь, конечно, мы сейчас это всё прочекаем. Сейчас попробуем, кстати, мину поставить. Ни разу мины не ставил. Пятёрочка. Отлично, поставил мину. Как, скажем, насрал её. Но, в принципе, мина тоже изменённая. Мы можем на неё наехать, даже не заметив этого. Ну, что я вам скажу, ребята? Вот, вот танки Икс. Вот они работают. Я их тестирую, и я это буду вам показывать. Поэтому, если вам понравились они, если вы жаждете смотреть новые выпуски по этой замечательной игре, я, конечно, не говорю, что я буду прекращать по танкам снимать. Танки тоже у меня будут на моём канале присутствовать. Ну, и Танки Икс теперь тоже будет им место, и они будут с каждым разом всё больше и больше. Я буду вам всё показывать. Это всего лишь от вашего желания. Поэтому ждём. Я, точнее, буду ждать тысячу лайков на моём канале. Я этого увижу и запущу для вас следующую серию. Ну, а с вами был Дим Фёдоров. Играйте в танки онлайн, играйте в Танки Икс. Наслаждайтесь этой игрой. Тестируйте её. И, кстати, ни хера себе. Паркур по-любому здесь будет, ребята. Паркур будет, потому что физика практически ничем не отличается от танков онлайн. Я вам это гарантирую. Вот я играю, я практически не ощущаю новой игры. Но, да, конечно же, такие вот резкие-резкие иногда движения, они немножко такие вот непривыкшие моему глазу и моим рукам, потому что в танках онлайн немножечко таких вот движений нет. Но, опять же говорю, это всё будет доработано. И я привыкну к этой, конечно же, физике. И буду играть, наслаждаться, показывать вам. В общем, ребята, всё. С вами был Дим Фёдоров. Всем удачи, всем пока, ребята.